Вечерний РБК В течение часа будем обсуждать темы, которые, как мне кажется, затрагивают, если не всех, то, во всяком случае, достаточно многих из вас, слушателей Серебряного Дождя. И, естественно, послушаем, что на эту тему думают эксперты, но самое главное, мы все это делаем, конечно, вместе с вами, слушателями, поэтому не стесняйтесь, звоните, пишите, высказывайте ваше мнение, ну или задавайте вопросы экспертам. Поэтому сразу же напоминаю, телефоны для связи, телефон прямого эфира 730-101 и код Москвы 495, если вы звоните, да, собственно, если звоните из Москвы, он тоже вам нужен. И номер для смс и месседжей на WhatsApp, плюс 7903-797-6333. Ну, а также вы можете посылать сообщение через сайт silver.ru. Ну, и чтобы сразу же, чтобы не забыть, а то я всегда это делаю, нас можно не только слушать, но и смотреть на YouTube-канале Серебряного Дождя. Ну, и еще последнее, что тоже главное, так сказать, не забыть, а в конце часа у нас, как обычно, будет телерадиомост с ведущими РБК, поэтому, если вы хотите, чтобы ваше мнение прозвучало в эфире, то, пожалуйста, пишите и звоните, чтобы ваше мнение было услышано. Ну, и вот, собственно говоря, о чем мы сегодня собираемся поговорить. Сегодня у нас вновь две темы. Ну, сначала я написал одна большая, другая поменьше, по времени, но не по важности. Потом подумал, что на самом деле обе темы важны, просто одна очень насущная, а другая более долгоиграющая в каком-то смысле. И самая насущная тема, это, конечно, та ситуация с пандемией, которая складывается и в России, и в мире. И надо сразу сказать, что, к сожалению, она продолжает ухудшаться. Новые рекорды по числу заболевших, новые рекорды по числу умерших. Ну, правда, есть некое светлое пятно, также новые рекорды по числу выздоровевших в России. В Европе одна за другой страны объявляют новый локдаун, ну, или карантин, кому как больше нравится. И то, и другое слово иностранные, просто одно из французского, другого из английского. Более-менее строгие, повсеместные. В одних странах более строгие, в других менее. Ну, как вы, наверное, знаете, Германия и Франция это сделали вчера. Естественно, это влечет за собой негативные экономические последствия. Но мы об этом поговорим во второй части программы. А прямо сейчас я все-таки озвучу тот вопрос, который я хотел бы задать для этой второй части. Вопрос в каком-то смысле философский, но, в принципе, и очень практический. Что важнее, снизить опасность заражения и, вероятно, спасти человеческие жизни, или спасти экономику от еще большего спада? То есть, иными словами, нужен новый карантин и в России тоже, как это уже происходит в Европе. Или мы обойдемся без него. Ну, это тема для второй части. А в первой части мы поговорим немножко на другую тему. Хотя она, как я уже сказал, может быть не столь насущная, но не менее важная. Просто более долгосрочная. Вчера в американском Сенате прошли слушания, на которых республиканцы обвинили три лидирующие технологические компании в этой сфере, вполне всем хорошо знакомые Facebook, Google и Twitter, в том, что они осуществляют цензуру по отношению к президенту Трампу, ну и к политикам из республиканской партии. Это вызвало разговоры, вернее, не вызвало, а скорее возобновило давно уже идущие разговоры о цензуре в интернете, да и вообще о цензуре. Но в данном случае в контексте интернета. Так вот, мой вопрос вам, ну, на ближайшие, по крайней мере, 20 минут. Нужна ли цензура в интернете? Нужно ли вообще регулировать интернет? Если да, то кто и как должен этим заниматься? Пожалуйста, пишите свои сообщения на WhatsApp или SMS. Звоните по телефону в прямой эфир. Напомню еще раз, SMS и WhatsApp номер плюс 7903-797-6333. Ну, или, соответственно, вы можете писать через сайт www.silver.ru. Телефон прямого эфира 495-730-101. И напомню еще раз, да, напомню еще раз наш... Вечерний РБК Да, прошу прощения за сбой некоторый. Напомню еще раз наш вопрос. Нужна ли цензура в интернете? Нужно ли вообще регулировать интернет? Если да, то кто и как должен этим заниматься? Жду ваших звонков и сообщений. Ну, теперь вкратце поговорим, как бы, введение в тему о том событии, которое, собственно, и возродило дискуссию по поводу пресловутой цензуры в интернете. Вчера в американском Сенате прошли слушания по поводу реформы уже очень давнего, далеко не нового федерального закона. Он известен как Section 230, раздел 230. Суть закона... Весь он, так сказать, длинный и нам не важен в данном случае, но суть закона можно сформулировать очень коротко, вернее, так сказать, его практическую значимость. Этот закон освободил социальные сети от ответственности за высказывания, фото и видео, которые там размещают его пользователи. А также он разрешил сетям либо оставлять в неизменном виде те сообщения, которые там размещают пользователи, либо их удалять, либо сопровождать их своими комментариями. Ну, комментариями какого рода? Например, о том, что это фейк-ньюс, это не соответствует действительности. Или другой вариант, что данный комментарий не является независимым мнением, что это социальная реклама. Прошу прощения, не социальная, а политическая реклама. Ну, вот, этот закон существовал давно. И, собственно говоря, время от времени к нему возвращались по разным поводам. Но до сих пор он существовал в неизменном виде. И в сети всегда, ну, соответственно, те сети, и те сайты, и те провайдеры, которые поддерживают эти сайты, всегда опирались на этот закон, как некий краеугольный камень с точки зрения свободы слова. То есть, вот этот закон защищает свободу слова. Люди вправе высказывать свою точку зрения, какой бы она ни была. И сети за это нельзя обвинить в клевете, в злонамеренных каких-то действиях и так далее. Так вот, на вчерашних слушаниях республиканские сенаторы обрушились, ну, скажем так, с очень яростной критикой и на закон, а в еще большей степени на сами социальные сети. Ну, если у нас будет время, я зачитаю, так сказать, самые яркие высказывания на эту тему. Но смысл их был в том, что большинство сенаторов сказали, что те правила, которые есть, республиканских, подчеркну, сенаторов, заявили, что те правила, которые сегодня действуют, они совершенно устарели. Причем Марк Цукерберг, глава Фейсбук, с ними в какой-то степени согласился. Он сказал, что да, я считаю, что нужно обновить этот закон. Но, с другой стороны, были демократические сенаторы, которых там тоже, ну, лишним многим меньше, чем республиканские. И они говорят о том, что, во-первых, не видят они никакого перекоса антиреспубликанского, потому что, собственно, республиканские сенаторы обвиняли провайдеров и социальные сети в том, что они цензурируют, в первую очередь, республиканцев или цензурируют самого президента Трампа. Ну, потому что некоторые высказывания Трампа, особенно в Твиттере, они сопровождались, так сказать, комментарием Твиттера, что мы проверили эти факты, мы проверили это высказывание, они не соответствуют действительности. И Джек Дорси, глава Твиттера, из-за этого попал под особенно сильный огонь критики. А во-вторых, демократы говорили, демократические сенаторы говорили о том, что республиканцы пытаются организовать охоту на ведьм в своих политических целях, поскольку до выборов осталось меньше одной недели, что это попытка заглушить свободу слова, что это недопустимо, что это идет против всех принципов американской демократии и свободы слова вообще. Ну и, собственно говоря, вот в течение четырех часов, как, по-моему, Washington Post написала, в течение четырех часов слышались преувеличения и ложные заявления с обеих сторон, и со стороны республиканцев, и со стороны демократов, что отражает тот политический раскол, который в стране наблюдается перед выборами, которые, ну, наверное, самые противоречивые выборы за, ну, во всяком случае, в новейшей истории за последние несколько десятилетий. Напомню, что выборы в США предстоят в следующий вторник. Вот, собственно говоря, суть дела такова. Давайте посмотрим, есть ли у нас на эту тему какие-либо комментарии. Так, ну, что ж. Здравствуйте, тема, конечно, сегодня бесполезная. Тысячи раз поднимали и обсуждали. Не засоряйте эфир, становитесь первым каналом, пишет нам Дмитрий. Ну, что ж, у Дмитрия такая точка зрения. Вот, другое мнение. Никакой цензуры, руки прочь от наших интернетов. Есть еще возможность комментировать и оставить свое мнение в Ютьюбе. Там, напомню, идет прямая трансляция. Можно не только послушать, но и посмотреть. И вот один из первых комментариев на Ютьюбе. Да, нужна цензура в интернете. Если, я цитирую, если Эрдогана и Кадырова заблокируют в Твиттере за религиозный экстремизм, всем будет только лучше. Но это сразу же, да, это на тему дня, это злободневно, и это понятный комментарий. И вот в этом смысле можно ли называть подобные блокировки цензурой, наверное? Ну, я думаю, что да, конечно, можно называть подобные блокировки. Вот как будто бы в ответ на это, в WhatsApp, такого рода, ну, более-менее философская ремарка. Интернет — это помойка. Это надо знать и с этим жить. Аркадий Иванов. Ну, да, это тоже совершенно разумная, на мой взгляд, точка зрения. Да, в интернете, ну, помойка, я бы не согласился, потому что в интернете есть все, хотя, может быть, на помойке тоже есть все, я не пробовал выяснять это. Вот, в интернете есть и очень ценные вещи, в интернете есть хранилище бесценных книг, которые находятся в общественном пользовании, таких сайтов много. Но, да, в интернете есть и помойка, поэтому нужно считать, что, да, в жизни вообще много всего встречается. Вот еще одно. Каждый имеет право высказывать свое мнение. Каждый, пишет нам Станислав из Пятигорска, наш постоянный слушатель. Тут же он говорит, если вводят цензуру, это заканчивается Северной Кореей. У нас ведь масса исторических примеров, к чему приводит цензура. Мы возвращаемся в средние века, и все на этом. Так, у нас, по идее, должен появиться через некоторое время наш спикер, это должен быть Герман Сергеевич Клименко, глава Фонда развития цифровой экономики. В 16-18 году советник президента по вопросам развития интернета. Вот, если он появится в ближайшее время, то попробуем узнать, что он думает на эту тему. Пока что посмотрю, что еще. Интернет должен оставаться, как для высказывания своего мнения. Цензура неуместна, иначе вернемся в советское время. Так, вопрос про цензуру хороший, пишет нам Павел из Екатеринбурга. Вопрос к тем, кто высказывается за цензуру. Чего этим хотят добиться? Так, ну, хорошо, пока вы пишете, так, звонков у нас пока что нету. Пока вы пишете или думаете, что написать, значит, я напомню просто высказывание, ну, к сожалению, наш вопрос о цензуре в интернете сегодня неожиданно, так сказать, стыкуется с теми событиями, которые произошли во Франции. Как вы слышали, наверное, в новостях, во Франции в трех городах, вернее, даже в трех или в четырех, одно неудачное было, несостоявшееся нападение, вернее, во Франции в трех, и в Саудовской Аравии одно нападение на французских граждан, это реакция, по-видимому, на выступление президента Макрона, где, в общем, который повторил ту формулировку, которая, по сути, во Франции, ну, поддержана по всему политическому спектру, будь это левая или правая, формулировка эта звучит очень просто, у каждого есть право на богохульство. И в этом смысле это не новая формулировка, это, так сказать, некая доктрина, которая уходит еще в девятнадцатый век и в антирелигиозное движение, которое было во Франции, собственно, восходит еще к французской революции. Это вопрос, который, а может быть, даже восходит к временам Вольтера, потому что есть известная фраза, которая, ну, во крайней мере, приписывается Вольтеру и, по-моему, действительно ему принадлежит. Ваше мнение может быть мне отвратительно или нетерпимо, но за ваше право его высказывать я готов отдать жизнь. Ну, я не знаю, в какой степени кто готов отдать жизнь из защитников свободы слова за мнение, за возможность высказывать свое мнение сторонникам цензуры, но, во всяком случае, во Франции довольно многие люди, как я понимаю, такого мнения придерживаются. Так, вот у нас по этим временем появляется масса еще сообщений. Вот вполне, на мой взгляд, разумная. Факт-чек, прикрепленный к фейк-посту, это не цензура, а антидот к токсичной информации. В интернете много всего хорошего и плохого. Не надо делать из него федеральные каналы. По поводу карантина экономика и только она. Выживать не на что будет и негде, пишет нам Вадим. Так, вот еще одно. Интернет — это лучшая задумка человечества, но надо уметь сортировать в нем информацию. Ну, в общем, с этим трудно не согласиться, насчет нужно уметь сортировать в нем информацию. Собственно говоря, есть известная тоже фраза, с которой трудно не согласиться, что убивает не нож, убивает человек. И из-за того, что кто-то кого-то зарезал ножом, не следует вывод, что нужно ножи срочно запретить или выдавать их по разрешению властей. «Сортировать мусор», пишет нам еще один из наших авторов. Так, ну, поскольку у нас пока что, к сожалению, Клименко задерживается, поговорим еще на тему цензуры в интернете и поговорим немножко на тему о том, что, собственно говоря, говорили... Сейчас я постараюсь это найти. Что, собственно говоря, самые яркие выражения американских сенаторов вчера на бурном обсуждении. Сенатор Тед Круз, кстати, когда-то он в 15-16 году был одним из претендентов на пост республиканского кандидата в президенты от республиканца. Сенатор Тед Круз от Техаса. «Обращаясь к Джеку Дорси, сказал, какого черта кто вас избрал? Почему вы присваиваете себе право цензурировать высказывания в сети?» Ну, это к вопросу о том, что Джек Дорси, вернее, не Джек Дорси, а его компания, его твиттер, некоторые высказывания Трампа сопровождали вот тем самым антидотом, о котором написал один из наших слушателей, что факт-чек не пройден, что это фейк-ньюс. А, у нас появился... Замечательно. Очень хорошо. Итак, у нас, кажется, есть Герман Сергеевич Клименко. Герман Сергеевич, вы нас слышите? Да, слышу. Добрый вечер. Замечательно. Спасибо большое за то, что к нам присоединились. Напомню, глава Фонда развития цифровой экономики, а в 16-18 году советник президента по вопросам развития интернета. Герман Сергеевич, мы говорим о проблеме цензуры в интернете, связанном со вчерашними дебатами в Американском Сенате. И первый вопрос, вот, самый общий. Вот как вы сами, как вы лично относитесь к цензуре в интернете, ну, и к свободе слова вообще? Ваше личное мнение, ваша позиция? Ну, очень положительно, просто надо определиться с термином цензура. Цензура обычно в классическом понимании, это до того, как мы что-то публикуем, мы приходим на согласовывание. Извините, я вас, извините, что вас перебью, сразу же просто хочу уточнить, есть предцензура предварительная, есть цензура последующая. Одна из реформ Александра Второго состояла в том, что он отменил предварительную цензуру и ввел последующую цензуру. То есть наказание приходило позже. Да-да, продолжайте, пожалуйста. Ну, согласен. Наверное, такая торговка тоже возможна. Сейчас вопрос в терминах очень важен. То есть, например, в Китае мы имеем с вами премодерацию, назовем это такой термин, перед тем как, да. А в мире мы имеем в общем режиме и даже у нас после того как. И вот после того как начинается много-много разного интересного, да. То есть, если мы берем... И я сторонник того, что должны быть четко определены законодательные рамки, которые предполагают отличие, не предполагают отличие между обычной жизнью и интернетом. Я не вижу принципиальной разницы между оскорблением на заборе, оскорблением. Если мы говорим о таких вещах, или клевета, или каких-то там еще историях, которые мы сейчас пытаемся замаскировать словами троллинг, или еще придумать какие-то лишние новые юридические сущности. И все, что сейчас вращается вокруг цензуры и вокруг скандалов, оно на самом деле пытается сохранить некоторую анонимность в интернете, для того, чтобы как-то потом все это оправдать. Потому что если бы не было анонимности, то есть все было бы верифицировано. Я, скажем так, я с другой точки зрения не схожу, я с другой точки зрения, что если бы, когда интернет авторизован, когда мы точно знаем, кто автор, как правило, никаких конфликтов и не возникает, потому что всегда можно предъявить претензии, всегда можно обиженное может подать в суд и добиться. Это разная история. Ну, если помните, история была с синими китами во ВКонтакте, когда призывы к самоубийству. И вот когда все группы посмотрели, там все сидели за ВПНами, все были анонимными. Некому предъявлять претензии, наши законодатели не нашли ничего лучшего, как просто увеличить срок за доведение до самоубийства. А это бессмысленная история. И вот весь мир сейчас находится в стадии, с одной стороны, оставить вот эту милую нам сердцу анонимность удобную, с другой стороны, при этом добиться того, чтобы вот это анонимное сообщество вело себя прилично. Но, мне кажется, вот так не бывает. И мы с вами наблюдаем вот такие регулярные конвульсии, когда даже наш Роскомнадзор и господином Жаровым, который был тогда его руководителем, воспринимается практически вершиной интеллектуального отношения и общения, потому что Жаров переписывался с Дуровым, мы пытались как-то их заблокировать, но неудачно, тем не менее. А то, что происходит в Америке, наблюдая, как они пытаются достать, в своих скандалах достать Цукерберга, Твиттер и Гугл, выглядит все это, конечно, там диковато, потому что до них только что дошло то, чем наши были обеспокоены на последних 50 лет. Вот. И вот для меня пока в мире очевидно, что тенденции, которые идут в мире, они, как ли не грустно, идут больше по китайскому пути. Это разделение, создание виртуальных границ, обеспечение, соблюдение. Ну, страны разные. Ну, например, на территории Российской Федерации слово «хохол» не является незаконным. А вот по мнению государства Фейсбук, оно является незаконным, и вас за это банят. Интересно, если кто-то использует слово «кацап», это презрительное слово украинское для русских, это тоже будет забанено или нет? Я не уверен, честно говоря, но, в общем, ситуация сейчас выглядит следующим образом. Крупные корпорации, работающие на территории разных стран, активно не хотят следовать законодательству. То есть, условно говоря, если бы Фейсбук следовал законодательству России, у нас бы к нему не было бы никакой претензии. Но так как они героически не обращают внимания на наши законы, поэтому все наши инициативы депутатов, давайте призовем, что мы убирали оскорбления, давайте еще что-то сделаем. Они будут очень смешно, законы принимаются, они не работают. И, наверное, здесь ваш вопрос, он понятен, но вот, знаете, когда дверь открыта, настежь, а вы меня спрашиваете, Герман, а как вы думаете, убираться полезно или нет? Я говорю, слушайте, ну, через нас проходит тысячу человек в день, замка нет. Давайте вот, то есть, может быть, замок врежем, да? И потом будем обсуждать этот вопрос. А вы мне говорите, нет, давайте поговорим о порядке. А я говорю, ну, знаете, через нашу территорию ходят, знаете, как татары, туда-сюда, туда-сюда, как в том анекдоте, понимаете? Понятно. Ну вот, если позволите, я вам задам, так сказать, еще более такой абстрактный вопрос. Ну вот, я уже говорил о том, что свобода богохольства во Франции это такой заявленный лозунг, который фактически разделяется всем политическим спектром. Но иногда из-за этого гибнут люди. Так вот, как вы полагаете, что важнее? Это вопрос, конечно, философский, но, тем не менее, иногда бывает практическим. Важнее сохранить чьи-то жизни, но поставить официальные ограничения со всеми вытекающими последствиями. То есть это госцензура, произвол чиновников, особенно неизбежный в странах со слабыми социальными институтами, слабым гражданским обществом, ну и так далее. В общем, каждый может дорисовать. Или же все-таки сохранить свободу высказывания мнений даже с опасностью того, что кто-то из-за этого может погибнуть. И если решить, что давайте будем сохранить жизни, то какие последствия такое решение будет иметь для общества? Ну, это вы формулировали, конечно, знаете, как... С слабым обществом это опасно, но в слабом обществе и вторая позиция тоже опасна. Да, потому что слабое общество тогда никогда не станет сильным. Оно не сможет обеспечить ни того, ни другого. Мы должны четко понимать, что мы живем... У меня позиция крайне простая. Мы живем в стеклянном доме. Ну, например, если бы... Ну, назовем... Немцы жили немцами, французы с французами, русские с русскими, татары с татарами. Наверное, бы такой проблем не возникало, мы всегда могли бы отгородиться. Дом был бы не стеклянный. Вот у меня в подъезде живут чеченцы, у меня живут калмыки. Я вижу, и в чадыре ходят, и... Ну, то есть... Но мы ведем себя более-менее цивилизованно, мы стараемся расходиться бортами, да? Мне кажется, что в современном обществе мы не можем себе позволить... Да, при этом мы должны понимать, что любая толерантность, если мы сейчас с вами начнем совсем уж углубляться, да, то я всегда на тему говорю, слушайте, а про евреев-то когда, например, это анекдоты рассказывает, да? То есть, если мы с вами... Это вообще очень тонкие границы между юмором, да? Причем Франция явно тестирует самые крайние позиции, да? Вот такова ее историческая традиция, да. Герман Сергеевич, у нас осталось буквально 30 секунд, если можно как-то закруглить ее вошлись. Да, я стараюсь... Я сторонник того, что нужно беречь людей. То есть нельзя делать так, чтобы... То есть нельзя культивировать те истории, которые мы не в состоянии удержать, да? Если мы не сможем с вами... Если мы не можем с вами удерживать людей от эмоций, то мы... Они будут умирать. Поэтому совершенно нужно, чтобы профессиональные органы работали. Наверное, должны быть правила. То есть вряд ли они должны уходить в жестокость, но правила с соблюдением общежития всегда были. Знаете, носки не разбрасывать, на кухне посуду мыть. Понятно. Спасибо большое. Это был Герман Сергеевич Клименко, глава Фонда развития цифровой экономики и, еще раз напомню, в 16-18 годах советник президента по вопросам развития интернета. Сейчас уйдем на паузу, вернемся через несколько минут.